Сегодня в выпуске. Официальная информация спикера АТО в Луганской области. О помощи многодетным семьям на оккупированной территории Луганской области. Книга Курамия Герааки о проблемах Донбасса. Японский историк и журналист много лет прожил в Донецке. Опасные находки. Северодонецкий школьник получил многочисленные раны. Открытие театрального сезона в Северодонецке. Украинский театр подготовил премьеру. Витаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7-му годину ранку 28 травня обстановка на Луганському напрямку напружена, без значних змін. Бойовики так званої ЛНР сім разів обстріляли вогнові позиції Збройних сил України. Ввели вогонь в районі Станиці Луганської трьохізбинки «Щастя». Російські наймиці застосовували міномети 120 та 82 мм, автоматичні гранатомети АГС-17 та стрілецьке озброєння. Незворотних втрат з боку Збройних сил України не допущено. На Луганському напрямку засобами протиповітряної оборони Збройних сил України зафіксовано 4 прольоти без пілотників противника. Збройні сили України міцно отримують оборонні рубежі. Інженерні підрозділи разом з будівельні організаціями Луганської області продовжують укріплювати фортифікаційні споруди по лінії розмежування. До зустрічі в ефірі завтра. Разом переможемо! На купированной территории продолжають свою роботу три детських дома семейного типу, построенных при поддержці благотворительного фонда СОС «Детская деревня». Фонд, який восстановив свою роботу в Луганскі осенью прошлого року, помогає не тільки детським домам, но і семьям, які попали в сложну жизненну ситуацію. Помогають їм психологи, медицинські работники, педагоги. Кроме цього, семьи поддерживають гуманітарной помощью. Есть определенные магазини, определенные аптеки, которые зарегистрированы на территорию украинской, куда ми можем платити деньги, і вони можуть, соответственно, вже їм тільки ведомими путями доставлять продукты питання, медикамент, для того, щоб обеспечувати те семьи, які ми підтримуємо. СОС «Детская деревня» помогає детям, которые находяться на воспитании в детских домах семейного типу деньгами. Ежемесячно на кожного ребёнка организация перечисляє по 2,5 тисячі гривень. Сейчас фонд работает і на территории подконтрольной України. Офіс знаходиться в Старобельскі. Во взаимодействі с регіональной властью вони підтримують і неблагополучні сім'ї. Також працюю з сім'ями на попередження сиритства. Ми беремо на сопроводження сім'ї і ведемо їх до вирішення якоїсь конфліттєї ситуації. Наразі це 40 сім'ї. Кроме психологічної допомоги 66 дітей-сирот із Луганщини этим летом отправять на отдых за границу. Ребята побывают в Австриї, Італиї і США. В Северодонецьке состоялось очередное засідання философського манденовського общества. Обсуждалась переведённая на український язык книга под названием «Свобода і террор в Донбассі. Українсько-россійське приграничення 1870-1990-х годів». Ё автор – американський історик японського происхождения Курамия Герааке, который много лет прожив в Донецці і работал в містних архивах. В первую очередь на його взгляд, вот эта вот «Свобода от» – це то, що в какой-то степени помогло Донбассу сохранити свою ідентичність. То, що для многих людей Донбасс став прибежищем, то есть местом, де люди искали эту свободу, с одной сторони. С другой стороны, в определённом смысле, свобода в Донбассі была і є мифом. Возможно, не всем понравится пафос этой книги, но іностранний історик мог заметить в нас то, що ми самі в себе не замечаємо. Лес на северо-восточном выезде з Северо-Донецка. Несколько дней назад здесь раздался взрыв. Осколками ранило школьника, который гулял возле карьера, настраиваясь на выпускной экзамен. Когда взорвалось, юноша потерял сознание. Спустя часу начнулся і в шоковом состоянии, істекая кров'ю, отправився дому. Когда 17-летний Богдан пришёл в себя, выбраться из лесу ему помог главный ориентир на этой местности. Труба центральной котельной города Северо-Донецка. Эта труба и вывела подростка на бетонку и шоссе строителей. В больницу юношу привёз отец. Осколков врачи не обнаружили. Два школьник вытащил сам по пути домой. Выявлены множественные мелко оскольчатые ранения обеих плечей и предплечья. И одно довольно-таки большое ранение правой поверхности шеи. То есть это такое самое угрожающее ранение было. При ревизии раны, при первичной хирургической обработке жизненно важных сосудов, магистральных артерий не задето, мышцы не задето. То есть всё в пределах кожи и подкожно-жировой клетчатки. Врачам старшеклассник рассказал, что подорвался на растяжке. В милиции это зафиксировали, проверили и опровергли. Исследовав характер полученных телесных повреждений, пришли к выводу, что не совсем его слова с полученными телесными повреждениями совпадают. То есть вызвали у нас сомнения. Когда северодонецкие оперативники вместе с родителями и подростком выехали на поиски места взрыва, юноша признался, нашёл снаряд, забрал с собой и по пути попытался разобрать. Где именно всё случилось, не помнит. Найти то место, где он нашёл и где именно произошло само событие, с его слов крайне-крайне тяжело было. Тем более он сам очень плохо ориентировался и не мог внятно, разумительно ответить на наши вопросы. После прогулки полису, едва не ставший роковой, подросток таки сдал экзамен. Но вряд ли вернётся сюда перед следующим. И уж тем более с опасными находками будет осторожнее. Первый спектакль после эвакуации в северодонецк представил Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр. Премьера нового сезона состоялась в зале городского дворца культуры. Коллектив довго готувався до цієї події, провів величезну роботу підготовчу. І от уже перша ластівочка є, перший результат. Ми сьогодні показуємо нову премьеру. Премьера за твором Асі Котляр «Наша кухня». Це тема війни, тема болю, тема страждання. Я сказав, що якраз період Афганської війни. І ми їй присвятили 70-річчю з дня перемоги над нацизмом в Європі у Другій світовій війні. Тому саме брали цю роботу. Перенесённая на сцену драма боли і нелёгких судеб женщин, потерявших своїх родних на фронте, вызвала бурю емоцій. Со слезами на глазах зрители приветствовали актёров. Каждого эта тема затронула по-своєму. «Представление имеет связь с сегодняшними событиями, которые у нас на Украине происходят. Затрагивает важные, а самое главное, мы должны любить свою родину и воспитывать наших дітей так, чтобы они любили Украину». Невероятно впечатлились. Некоторые моменты дрожали руки, сердце казалось чуть не выскочит. На самом высшем уровне выступили актёры. Очень-очень понравилось. Это первый спектакль после перемещения из оккупированного Луганска. С множеством трудностей на новом месте столкнулся театр. Чувствовать себя как дома и решить проблемы помогли местные власти. Несмотря на трудности, трупа театра готовит новые спектакли. В ближайшее время зрители увидят музыкальную драму «Наталка Полтавка».